здравствуйте уважаемые зрители моего канала сегодня очень важное видео про онкологию дай бог чтобы эта беда никого не постигла но ведь много людей у кого это уже есть данное видео будет интересно и важно для этих людей в первую очередь но не только а еще это видео будет важным для тех людей кто не хочет заболеть онкологии кто хочет понимать причины также в этом видео будут важные нюансы и важные выводы а также я поговорю о профилактике методологии и много о чем еще начну я с трех писем которые зачитаю из одной книги моей коллеги филипповой потом выводы и потом общая методология лечения то есть что такое не отдельно взятая какая-то волшебная пилюля которой нет и не может быть а системный комплексный подход когда действительно решение данного вопроса возможно итак начну говоря о том надо ли вообще делать операции при онкологии скажу так можно уверенно сказать человек после операции при условии что он грамотно пользуется альтернативными методами я бы сказал комплексными методами может прожить очень долго именно за счет торможения процесса когда вновь образующиеся мутированные клетки уничтожаются или даже его регрессирование могу привести пример два онкологически больных с одинаковым заболеванием рак мочевого пузыря и одинаковой стадии 3 один человек сразу после операции грамотно лечился курсами трав и грибов кто не в теме скажу что грибами имеются виду лечебными грибными препаратами полученными на основе грибов высших базидеальных да а лечебные действующие вещества в грибах это фитонциты полисахарида например в шитаке лентинан ну и так далее у меня очень много на канале было видео о высших базидеальных грибах их лечебных свойствах кстати также как и под этим видео я дам очень важные ссылки на все мои главные лекции по онкологии на всю эту логистику всю эту науку второй решил поставить на болиголов причем не на самую удачную капельную методику первый не просто жив а уже вышел на работу второй впрочем нагляднее будет личное свидетельство что значит личное письмо человека и дальше даже человек был сам не против его домашний адрес никогда не думал что я здоровый трудоспособный мужчина смогу заболеть все так думают и не думал ничего плохого когда в моче показалась кровь честно говоря грешил на другое оказалось самое худшее рак мочевого пузыря жена заставила лечь в онкологию там прошел химиотерапию все что назначили врачи там же в палате познакомился с известным питерским писателем все у нас оказалось одинаковым и возраст и болезни даже стадия 1 3 после больницы стали перезваниваться он тогда мне и сказал что не надо на врачей надеяться надо самому за свою жизнь бороться стали мы газетки разные оздоровительные подсчитывать искать методы лечения нашего недуга вскоре одна знакомая дала мне телефон сказала что обязательно надо дозвониться лечит какими-то редкими грибами и результаты там потрясающий якобы даже саркомы останавливают я человек недоверчивый но в общем дозвонился но он представился там журналистом получил в подарок два пакетика шитаки в общем дальше получил он шитаки начал лечиться грибом шитаки позвонил ракову моему знакомому писателю рассказал ему все тот засомневался и сказал что он все-таки будет лечиться болеголовом уже выписал и настойку и схему решили мы так пролечимся а через год созвонимся как дела может еще что придумаем с мая я стал постоянно принимать шитаки стало заметно лучше кровь в моче стала показываться не часто уменьшились выделения сил прибавилось стал задумываться о работе в августе устроился курьером газеты разношу и чувствую что мне это по силам сделал обследование но сразу скажу что просто шитаки это неправильно и далеко не всем поможет тут хороший был исход однако есть методика системные и грибные препараты надо принимать в комплексе определенном я говорю в идеале но если в общем говорить о маркерном курсе который всегда онкологи фунготерапевты назначают в основном его в начале на первые три месяца впрочем об этом моих других видео подробнее я объяснял например вот в этом видео общие принципы лечения онкологии продолжаю сделал обследование она показала что метастазов нет а опухоль хотя и не ушла совсем но заметно уменьшилась дай думаю позвоню писателю скажу что это очень стоящая вещь за одну у него спрошу как болиголов действует позвонил в общем не помог ему болиголов метастазы пошли по всему организму и неделю назад он умер вот такие дела сейчас я дополнительно пью настойку мухомора и веселку совершенно верно веселку главное так назначили чтобы ускорить рассасывание опухоли через месяц пойду на обследование но главное я работаю а ведь думал что уже не смогу зотов вячеслав александрович санкт-петербург проспект металлистов 34 еще один пример онкология желудка четвертой стадии у двух мужчин у первого резекция двух третей желудка у второго семи восьмых представляете ну почти весь первый категорически отказался от не медикаментозного лечения через год его не стало второй лечился травами и грибами сейчас пошел восьмой год после операции к сожалению последние два года он перестал принимать обычные сборы так как решил что уже вылечился увы это не так онкологические клетки надо подавлять постоянно поэтому в результате двух лет бездействия пошло метастазирование средостенье но сейчас с этим справляемся достаточно успешно и наконец совсем недавний случай который произвел на меня тягостное впечатление позвонила женщина попросила помочь мужу который два года назад категорически отказался от операции на прямой кишке решил сколько проживет столько проживет он бывший военный прошел афганистан характера не занимать лечащий онколог тоже проявил себя достаточно грубо заявив в конце разговора что тот к нему еще на карачках приползет да будет поздно по сути онколог был прав хотя и групп не прав в этом но зачастую пациент отказавшись от операции сам обрекает себя на смерть причем мучительную через два года выдерживал характер но жена тоже проявляла настойчивость и стала активно заставлять его принимать настойку болеголов в результате органы не были поражены метастазированием хотя сама опухоль выползла наружу помочь сейчас им украине трудно речь идет только о продлении жизни хотя после операции было бы все намного проще дорогие друзья здесь просто маленькую ремарку и дальше действительно очень часто операцию делать разумно потому что поймите сами иммунной системе нашей и грибным препаратом которые стимулируют иммунную систему например полисахарид лентинант заставляет наши макрофаги синтезировать на внешних своих мембранах большее количество даже чем в молодости фермента перфорин благодаря которому элизируются внешние мембраны липидные то есть разрушаются таким образом клетки раковые и таким образом происходит борьба каждый день у каждого из нас с вами человека каждый день с раковыми клетками которые образуются ежедневно но пока до поры до времени иммунная система их подавляет так вот эта борьба идет но согласитесь логично что нашему организму побороть меньшее количество раковых клеток легче чем больше тем более когда их больше не в два раза какого-то определенного предела в сотни раз когда опухоль тем более уже большая поэтому операции иногда действительно необходимы но вот как понять что необходимо или можно обойтись для этого конечно после всесторонних обследований и общение с онкологом а тут важно найти хорошего специалиста ну понятно профессоров на всех не хватит и не только опытных а главное человечных людей вот эта сложность большая чтобы он действительно не для галочки а как для своего там что называется отца и матери посоветовал бы как для своего родного человека как это делал в свое время федор григорьевич углов великий советский русский хирург но вот так должно быть в идеале тогда можно принять решение адекватное когда оценить разумно все за и против когда поговорить задать вопросы можно получить на них исчерпывающие ответы и конечно сам пациент только сам человек вправе решать свою судьбу как ему быть но решать то он должен на основании каких-то знаний и всей логистики то есть он должен взвесить как стратег два пути скажем его два пути решение данной проблемы вместе с хорошим опытным врачом вот это такой совет я дам но идем дальше главные выводы я сделаю позже и последнее на сегодня письмо а далее уже я расскажу вам ну наверное самое важное часто задаваемый вопрос при последней стадии рака применяешь и таки и другие грибные препараты можно ли хоть на что-то надеяться надеяться можно и нужно всегда потому что резервы организма неисчерпаемы мы прекрасно знаем из опыта что если есть у пациента установка на жизнь то он живет приведу пример пациент молодой мужчина 34 лет онкология прямой кишки неоперабельная у него была четкая установка при раке все бесполезно нужно ждать только смерти наш врач привез фотографии пациентов письма истории болезни объяснил что есть еще то время за которое можно переломить болезнь и мужчина сознательно стал применять рекомендованную методику что удивительно буквально на второй день поднялась высокая температура а такое бывает часто так как иммунная система срабатывает на действие но того же шитаки в организме когда иммунная система укрепляется идет борьба то есть иммунных клеток с раковыми они погибают происходит разумеется определенная интоксикация поднимается температуры но обычно это бывает на вторую третью неделю а тут так быстро так вот температура которая держалась несколько дней за это время опухоль которая выползла уже на ягодицу буквально съежилась увидев такой эффект наш больной действительно воспрянул духом как сам сказал он научился жить и бороться за свою жизнь таких примеров очень много огромное количество у меня недавно видео вышло где вот один из последних тех примеров когда мне сам человек написал я никого не прошу а кстати зря и вот сейчас пожалуй попрошу я знаю была у нас женщина ходила когда мы еще ярмарки проводили я на них участвовал сейчас уже этого нет сразу наперед скажу что все наши товары продукты приборы препараты вы можете приобрести только на нашем сайте надгард точка ру и мы отправляем любые города россии и страны мира все наши приборы товары продукты так вот приходила женщина у которой по женской части была онкология причем так ну как минимум по моему третьей стадии лечение было долгое с переменным успехом сначала активное излечение потом ну скажем так не роста ну и не регресса мы сменили препараты это делали несколько раз в итоге где-то больше года может быть около полутора она лечилась она полностью вылечилась потом она приходила когда уже прошло полгода и даже год я предлагал расскажите людям о своих успехах ну она не захотела вы знаете многие люди ну как бы это сказать боятся сглазить что ли да я могу это понять в принципе конечно это такая тема но пожалуй наверное самое страшное для людей да я имею ввиду онкологии не все хотят бояться ну а вдруг вот с другой стороны видите ли вы дать дали бы надежду многим людям которые отчаялись а ведь многие не верят и считают что онкология это приговор так вот вы могли бы помочь таким людям я вас очень прошу все таки напишите свою историю болезни излечения вот под этим видео например оставьте это свое так сказать письмо ну либо мне лично на почту потому что с кем консультации проходили вы знаете мою почту ну в общем пожалуйста все таки не молчите я знаю что очень многие люди по нашим методикам вылечились от онкологии живые примеры были например в моем видео общий принцип лечения онкологии вот в этом последнем видео ну и не только я вообще потом не поленюсь попрошу и своих помощников и сам соберем мы вот такие отзывы сделаем еще одно или несколько видео ну а теперь то о чем обещал вначале какие я бы выделил пункты в борьбе с онкологией то есть последовательность действий какой план во первых хочу еще раз подчеркнуть а потому что люди не знаю уж цепляются только почему-то за вот дайте волшебную таблетку но поймите что в данном случае волшебных таблеток нет вернее она есть но если под ней под таблеткой иметь в виду комплексный системный подход в лечении что я имею в виду ну давайте вот смотреть по порядку нужно менять кардинально питание образ жизни что я имею в виду безусловно ссылки на видео будут вот прям под этим видео я их оставлю но во первых нужно убрать из рациона питания три группы продуктов которые вызывают воспалительные процессы в организме раз причем первая группа это высокомолекулярные белки животного происхождения здесь еще одна проблема которая и кроется во первопричинах большинства случаев онкологии хотя конечно и радиация действует и тяжелые металлы электромагнитные источники излучения свчвч и прочие факторы все объективно но однако возникающая в результате потребления высокомолекулярных белков реакция антигена антитела с образованием кадверина потрясына то есть гнойных токсинов и трупных ядов вызывает в организме определенные мутации то есть вот как раз нарушение процесса метоза то есть бесполовыделения клеток с возникновением ошибок и накопление аномальных делений приводящих как раз к онкологии ну во первых да поэтому нужно убрать эти продукты определенные далее необходимо сделать так чтобы не было дефицита в питательных веществах ведь дефицит многих элементов приводит к иммунодефициту и потому и цинк и селен и очень многие витамины та же группа b и так далее и все это надо в идеале получить не из химических препаратов а из натуральных поэтому фукус гелеобразной форме натив и только такой сок пророска пшеницы спирулина и хлорелла поэтому дегидрокварцетин мощный антиоксидант биофлавоноид т8 экстра сильные полипринолы из пихтовой хвои тоже антиоксиданта другого рода куркума с черным перцем но не любая желательно то где куркумина 10 с половиной процентов вот этого действующего пигмента а не полтора как скажем в любой индийской куркуме все это есть у нас на нашем сайте надgar.ru разумеется долгие годы я искал и подбирал эти лучшие препараты натуральные ну что значит препараты эти суперфуды если хотите уникальные продукты концентраты если хотите питательных веществ которых в наши дни не хватает человеку любому не то что он к больному почему не хватает если вы хотите понять эту главную проблему современности ну одну из главных посмотрите мое видео лес и почвы и вы поймете почему почвы сейчас не обладают тем набором микро в первую очередь элементов которые когда-то были рассчитаны по табличкам а соответственно и находились в продуктах питания сейчас это не соответствует действительности это приводит к проблемам плюс к тому люди не учитывают такие важные факторы как ну скажем причины бытовые химические которые приводят к синдрому дырявого кишечника например а это в свою очередь приводит к тому что у человека возникает дефицит питательных веществ в плане плохого усвоения этих веществ питательных которые вы к примеру получаете с пищей или с добавками даже а синдром дырявого кишечника может быть от многих проблем это и та же зубная паста с лурил сульфатом триклозаном это и так сказать капелька какого-нибудь моющего средства с павами на тарелке да которые никогда не смываются в полной мере хоть вы 10 раз посудомоечной машинке промоете ну так вот потом очень важный фактор и об этом видео у меня было сахар и рак убрать надо полностью сахара вернее так не более 25 грамм чистого сахара получаемого из всех продуктов которые вы едите в течение дня имеют суду глюкоза фруктоза сахароза знаете что у всех наших клеток организма есть два пути получения ими клетками энергии первое за счет гликолиза и цикла крэпса то есть за счет расщепления глюкозы и фруктозы второй китоз за счет расщепления жиров альтернативный путь он наиболее физиологичен организму нашему тогда куча проблем проходит перестраивается биохимия организма главное раковые клетки и грибки микромицеты они требуют для своего ускоренного метаболизма ведь вы знаете что раковые клетки очень быстро делятся а для этого нужно много энергии но только энергии гликолиза на китозе они не в состоянии так активно делиться и тогда любые методы лечения воздействия на клетку более эффективны в разы а порой в десятки раз чем если бы раковые клетки питались достаточным количеством для них энергии понимаете это разумно но так вот что дальше и так надо учесть те факторы о которых я рассказывал старый старый уже лет десять по моему своей лекции которая называется девять причин болезни и учесть особенно все то что я рассказывал в последних своих лекциях о сотовой связи вай-фай вышках излучателей ретрансляторов сотовой связи и прочими воздействиями в честь в че излучения колоссальная беда к тому же непременно посмотрите вот это мое видео про заземление про снятие статического напряжения это очень важная тема следующая капитально важная тема это избыточное количество молекул водорода в воде то есть я говорю о водородной воде об этом есть интересные книги например гарбузова доктора называется ионы водорода лечат рак ну вот лучше всего посмотрите мое последнее видео на эту тему которая называется живая вода водородная вода это 25-30 процентов к успеху только один этот фактор также как и переход на кетогенное питание только веганское кетогенное питание это тоже еще 25-30 процентов к успеху а здесь в этом деле каждый фактор каждый даже процент на вес золота а тут сразу 25-30 процентов но разумеется есть много и других важных факторов которые надо учесть в общей системной методике лечения ну а что касается грибных препаратов да в общем начинается все с маркерного курса первые три месяца маркерный курс для вашего удобства есть у нас в готовом виде на нашем сайте надгард точка ру но конечно есть много индивидуальных особенностей все зависит от стадии рака от вида рака от других сопутствующих заболеваний когда наряду с официальной медицинской методикой лечения применяются и грибные препараты то есть фунготерапии и травы то есть фитотерапия вместе и они усиливают и дополняют друг друга например при прохождении химиотерапии лучевой терапии обязательно применение санхвана и трометаса грибных препаратов что они делают они усиливают действие химиотерапии усиливают и при этом иммунитет не убивается ну посмотрите мое видео еще раз говорю общий принцип лечения онкологии там конкретный привожу пример тому ну а что такое системный подход и насколько он эффективней чем просто отдельно взятый какой-то элемент методики просто какая-то трава или грибной препарат а скажу сразу грибные препараты гораздо сильнее трав в природе это самые сильные лекарства так вот можно посмотреть вот в этом моем последнем видео где я просто зачитываю один из последних примеров излечения от онкологии когда мне написала вот жена мужа который излечился по моим методикам пройдя со мной консультацию кстати насчет консультации она еще возможна то есть индивидуальная консультация и под каждым моим видео под каждым из сотен видео вот если вы слово еще нажмете под видео в ю тубе смотрите там под видео еще слово нажимаете открываются ссылки ссылки на важные видео на те товары которые я рекомендую а в самом низу в самом низу слово сочетание индивидуальная консультация нажимаете мышкой попадаете на мой сайт you fralove.blog в раздел как раз вот индивидуальной консультации где вы можете ознакомиться с правилами условиями если вас устраивает можете записаться ну консультации разумеется проходит по скайпу часа всегда более чем достаточно для того чтобы человек получил полную методику и план действий как минимум на полгода вперед не обольщайтесь лечение онкологии дело не быстро не простое но возможно занимает она в среднем год год полтора и если человек поймет осознает все а я именно строю таким образом и консультацию как и свои лекции впрочем чтобы люди не то что не верили а именно поняли для этого человек сам больной в идеале конечно из физическое состояние позволяет должен потом получив консультацию в записи переслушать ее полностью законспектировать своей рукой причем авторучкой не на компьютере вбивает очень важный психологический момент уже тогда человек и осознанно понимает и подсознательное программирование работает что очень важно потом те лекции о которых я в процессе консультации говорю он выписывает тоже конспектирует просматривая их ставя на паузы раз по сто за видео это два-три дня точно времени займет работа но она важная ведь один раз и на всю жизнь у вас будет полная методика которую вы будете понимать а не просто выполнять вот а это важно чтобы человек понимал что зачем и почему он делает согласитесь но это факт так вот именно так я и строю свои консультации я очень за малое время даю колоссальную информацию полную исчерпывающую достаточно потом идет самостоятельное как я уже сказал дополнительное изучение и полное понимание после конспектирования вот этой методики ну что ж а на этом пожалуй на сегодня все я надеюсь что я дал очень важную информацию вам пересылайте это видео своим друзьям знакомым и скажу сразу профилактика это лучше чем лечение я советую все таки каждому человеку пока он еще здоров заниматься профилактическим лечением для этого достаточно два раза в год проходить вот этот маркерный курс и даже в облегченной форме можно и не обязательно даже по три месяца ну хотя бы по два и обязательно дорогие друзья проходите каждый год два раза в год антипаразитарную программу всего лишь месяц она занимает но это настолько важно что впрочем об этом сейчас я говорить не буду дам ссылку под видео тоже чтобы вы изучили этот вопрос и если какие-то вопросы пишите еще у меня к вам вопрос хотите ли вы чтобы я сделал такое видео ведь у меня его еще не было действительно пошагово может быть о профилактике заболевание онкологии и одновременно профилактике любых доброкачественных новообразований тогда напишите под этим видео хочу чтобы вы сделали видео как не допустить опухоли ну я посмотрю если много будет таких то может быть и сделаю всего хорошего